Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и в этом видео у нас распаковка про Берлик, две вот такие вот коробки. Будем открывать сегодня вместе, соответственно я вам покажу заказы клиентов, которые они у меня заказали, но их немного. Итак, у меня небольшая проблема с голосом и одно радует то, что у нас погода очень прекрасная сегодня, солнышко светит просто замечательно. И в принципе это очень даже радует. Взяла вот такой нож, будем открывать первую коробочку. Это у меня два заказа, один заказ я делала специально, чтобы получить в подарок набор Oxiology и он мне пришел в этой коробочке, поэтому сейчас посмотрим. Точнее не Oxiology, Global Oxygen. Итак, начинаем с первой коробочки. Так, цвет у нас прошло на 1130 рублей. Я заказала вот такую вот тканевую маску витамин С, я их просто обожаю, именно витамин С. Другие пробовала, мне пока так не заходят, но вот витамин С мне очень нравится, она очень хорошо освежает лицо, лицо такое становится, тон выравнивается. Мне безумно она нравится, поэтому я ее всегда беру, если идут какие-то акции. Так, это я взяла седочку для взбивания пены. Вот такая малюсенькая. Вот так вот она выглядит. Здесь такие кубички, но она в принципе довольно-таки мягонькая такая, приятная. Поиграемся, ладно, посмотрим, как будет взбивать пену. Так, дальше. Взяла попробовать коралловый кальсий. Очень его сильно все хвалят. Очень много, многообещающее. Коралловый песок, серебро. Я взяла просто одну штучку для пробы. Если зайдет, понравится, возможно, буду приобретать еще. Не знаю, что здесь серебро, да, выписано. Это коралловый песок, серебро. То, что очищает воду, можно потом принимать, но это уже посмотрим. Так, спрей лосьон от перхоти для кожи головы. Вот такой вот взяла. Иногда бывает, когда голову плохо подлою. В принципе, достойно выглядит. Так, у меня тут солнышко отсвечивает. Вот так вот он выглядит. Здесь сколько миллилитров? Так, 100 миллилитров, артикул 1682. Попробую, если понравится. Давайте посмотрим, чем он пахнет. Мылом пахнет. Шампуньками вот какими-то. Ну, в принципе, приятно, неотвратно. Дальше. Заказала себе вот такой вот карандашик для бровей. Этот тоненький. Все не хотела его заказывать, потому что жаба душила, так как цена у него 300 с чем-то рублей, почти 400 рублей. И, думаю, закончится быстро. Он тоненький, ломаться будет. Вот я уже почти его сломала. Крышечку просто открыла. Ой, какой. Совсем тонюсенький. Да, тоненький-тоненький выкручивать. Думаю, его не надо будет сильно прям так, чтобы... У меня оттенок сейчас 56-64. Это не самый темный, это предпоследний. Ну, в принципе, попробуем. Я давно хотела попробовать, но что-то как-то... Ой, щеточка такая мимишная. Попробуем. Очень интересно. Давно вот прям хотела его попробовать, но вот... Как-то жаба душила, а в этот раз решила, а не расщедриться. Так, и гибридное гель-масло для губ заказала. У меня уже закончилось такое. Я коробочку разорву, они плохо совсем открываются. Его не против. Закончилось у меня уже гибридное масло. Вот такое вот. Это уже у меня второе. Я им очень люблю пользоваться. Особенно, когда куда-то выходишь, и... Не накрашенная. Просто губки так подвела, и губы становятся такими... Просто как лаковые, что ли, просто блестят. И я люблю такой эффект на губах, поэтому с удовольствием использую. По поводу того, что он прям сильно раздирает лицо. У меня вот прям солнышко очень яркое. А то, что сильно там щипет губы или еще что-то, у меня такого нет. Я вообще не чувствую, что он мне что-то щипет. Или что-то у меня увеличивается. Ничего абсолютно не увеличивается. Ну, по крайней мере, я этого не замечаю. Поэтому просто нравится вот за свои. И когда идет такая цена 199 рублей плюс 20% скидка. Ну, кто там зарегистрирован. То есть это получается вполне себе недорого и приемлемо для такой. Там щеточка очень удобно, очень хорошо наносится. То есть один раз окунул, нанес. И больше окунать не надо по 10 раз. Так, и мой подарочек остался. Давайте начнем с кислородного бальзама. Такие классные коробочки. Вообще вот в подарок, если дарить, это просто дорого-богато выглядит. Так, это у нас кислородный бальзам. Я его пока использовать не буду, поэтому открывать не буду. Потому что у меня уже уход на лето немножко сформировался. И потерплю немножко насчет этого. Ой, прям вообще коробочки такие классные. Так, вот так вот он выглядит. То, что вот здесь вот эти точечки, они все выбиты. Они чувствуются, прям пальцем вот водишь. Они чувствуются, все вот эти точки от маленькой до большой. Здесь вот совсем практически невидимое. И уже дальше яркие-яркие. И вот эти вот яркие очень хорошо чувствуются пальчиками. Кислородный бальзам. Упаковка очень хорошая, прям добротная. Такая здесь 50 мл. Артикул 5806. Кислородный бальзам из этой серии я еще не пробовала. Пробовала из той серии. Он у меня уже закончился. Говорят, что этот намного лучше. Ну, не знаю. Посмотрим по эффективности. И уже будем смотреть. Так, кислородная маска в подарок. Тоже такая же коробочка. Коробки, кстати, вообще просто. У меня даже зайчики здесь прыгают от солнышка. Так, здесь скотчем все заделано. Мне кажется, вот если на подарок такие вещи дарить кому-то, да, на самом деле очень красиво. Даже себе очень приятно. Так, ой, какая крышечка. Нет, это не стекло. Я думала, что это стекло. Это очень хороший пластик. Это маска. Она на самом деле голубая. Там открывать я ее, опять же, не буду, потому что пока пользоваться не планирую. Здесь тоже не восьмерка. Господи. Хочется понюхать. Я крышечку верхнюю не открыла. Там еще есть крышечка. Я просто... Ну что, она там прям голубенькая-голубенькая, как водичка морская. На море хочется. И вам уже потом скажу, когда, если буду пользоваться этой серией, я в пустых баночках, либо мы сделаем отдельное видео, тестируя эту косметику, и посмотрим, как она будет воздействовать. Ну, в принципе, так и здесь улажняющий крем у меня в подарок тоже шел. В принципе, кремы, они от цены-то особо... Крем просто беленький. Вот так выглядит. Это тоже хороший пластик. Здесь стекла нету. Global Oxygen кислородный увлажняющий крем для лица. 50 миллилитров. Вот так вот. Блин, что ж у меня сегодня с памятью, девочки? Я забыла. Я тоже вот крышечку не буду открывать прям так. Вот крем, кстати, не так пахнет. И видно, там в баночке прям так наложено красиво. Так хочется уже его пальчиком туда полазить. Ну, ладно, потерпим. Видно, что он такой плотенький. Сколько? 9 минут уже набухнула. Мне полтора коробка. И вот такой вот каталог. Вообще просто классный. Летний, прям яркий такой. Вообще обожаю такие цвета. Очень яркие. Люблю цвета. Люблю розовые такие яркие цвета. И салатовые просто обожаю. В подарок у нас будет идти стиральный порошок. И водный спрей. Поэтому, если вы не зарегистрированы. И вам хочется заказывать в компании Фиберлик. Проходите по ссылке. Регистрируйтесь. И получите в следующем заказе вот такой в подарок набор. Ну и, соответственно, там еще будет 9 шагов. По которым вы будете получать продукты по очень низким ценам. То есть, там набором. Открываю вторую коробку. И начнем ее разглядывать. У меня в этой большой коробке стояла еще вот такая маленькая коробка. Разложили все отдельно. Очень красиво. Химию отдельно. И все отдельно. В этой коробке это тот же другой заказ. И там я получила по второму шагу стиральный порошок и пятна. Вот такой вот стиральный порошок. Здесь 800 грамм. Он концентрированный. Я, в принципе, люблю порошки Фиберлик. И использую вот такие вот для цветных. В основном для постельного белья и для полотенец. Это у меня, наверное, просто яркие вещи в доме. Для взрослых как-то я не использовала. Но, в принципе, можно даже использовать. Я гели предпочитаю. Но, возможно, попробую и такими. Так как гелевые у меня заканчиваются. Так как гелевые у меня заканчиваются. И я, в принципе, пока не планирую приобретать. И, возможно, попробую ими посмотреть яркость цвета. И вот такой вот пятновыводитель. Не знаю почему. Почему мне они вот именно вот синенькие. Вот эти пятновыводители почему-то как-то мне не зашел. Я его добавляла и в стирку, и замачивала. Я бы не сказала, что он супер-пупер все от... Пятна все отходят. Мне больше нравится жидкий. Именно такой же. И он будет, по-моему, в этом каталоге по акции. Я его обязательно возьму штуки две. Потому что у меня уже заканчивается. Я в белые вещи всегда добавляю именно жидкий пятновыводитель. И также бывает наливаю. Очень хорошо убирает все пятна белые. Так, это у меня клиентка заказала розовый бархат кондиционер. У меня есть такой. В принципе, нормальный. Я вам не скажу, что супер. Мне больше всех нравятся органы из вот этих вот. Из Гринли мне не понравились кондиционеры. Но об этом мы с вами поговорим в пустых баночках. Поэтому не пропустите. Заказала из новинок себе вот такой вот гель для душа. Я думаю, он цитрусом будет пахнуть. Он какой-то сладостью какой-то. Сейчас. У меня просто кашель еще этот. Еле-еле прям так почему-то у меня. Мне кажется, даже больше какой-то березы что ли пахнет. Или с тухлым лимоном. Могу ошибаться. У меня может быть сейчас обоняние какое-то не такое. Но что-то вот прям такой тухлый лимон. Не знаю. Япония. Может быть, Япония так пахнет. Ладно. Он в любом случае в душе будет раскрываться совсем по-другому. Мне из этой линейки больше всех понравилось. Из-за того, что я пробовала. Пробовала я всего два. Это будет третий. Мне больше всего понравилось. Бали. Розовенький такой сладенький. Вкусненький такой прям. Я, наверное, на коленки поставлю, чтобы все время наклоняться. И буду вам уже отсюда показывать. Так как в этом году мы собрались ехать на МОЭ. Поэтому я себе, конечно же, заказала масло для загара 6. СПФ 6. Вот такое вот. Мне хотя загорать нельзя, потому что у меня аллергия на солнышко. Но я всегда загораю и пью зодок. Я думаю, что это неправильно. Но хочется же быть загорелой. Так. Дальше. Крем для лица солнцезащитный 30 СПФ. Это у меня заказала клиентка. У меня уже есть такой. Я в прошлом каталоге себе брала. И, в принципе, я уже пробовала 15 СПФ. И он такой легенький. В принципе, мне понравился. Я бы не сказала, что от него какие-то воспаления появляются. Нет. Он легкий, невесомый. Его на лице практически не видно. Только вот когда нанес, он такой белым-белым сначала. А потом как-то расходуется и все. Так. Молочко для тела после загара заказала. Сейчас откроем, подняхуем. Посмотрим молочко. Да, молочко. Прям вот фаберлик, фаберлик. Вот. Ну, молочко. Беленькое такое. Кстати, мы не посмотрели вот этот. Что там. А здесь просто прозрачно. Аромат немножко другой. Еле-еле уловимая. Такая душка. Там поярче будет в молочке. Так. И, конечно же, я себе заказала шампунь. Эксперт. Солнцезащитный. Технология защиты от солнца. Защищает от высоких температур. Мне вообще вот именно эта линейка. Все, что я не пробовала в этой линейке. Я уже говорила. Она мне просто безумно понравилась. Именно вот шампунь из этой линейки. Заказала бальзам. В общем. И маску. Может быть, все вместе с вами протестирую. Может быть, потом оставлю отзыв о этой линейке. Так. Маска питания и защита. 200 миллилитров. Артикул 77-69. Сейчас я вам скажу. Хотя другие продукты не сказала. Да. Эти скажу. Эти потому, что надо обязательно. Так что приобретайте на лето. Защищайте свои волосы от высоких температур. Как здесь пишут. Я, конечно, в это особо не верю. Не знаю, почему. Я не думаю, что здесь есть какие-то защитные функции. Для того, чтобы защитить волосы. Шампунь 250 миллилитров. 77-67. Не пугайтесь таких объемов. Если вам кажется, что это мало. Если вы любите большие шампуни. Расход у них очень минимальный. Они очень густые. Их надо совсем небольшое количество. Их хватает по времени. На то же время. Мне, по крайней мере, на мои длинные волосы. Хватает такого шампуня месяца на 2-3. И бальзам. Буду все это вместе использовать. Я не использую шампунь, бальзам и маску. Я использую шампунь, маску или бальзам. Вот так вот. Чаще всего я люблю маски. Чтобы они немножко утяжеляли волосы. Я люблю, чтобы они вот так вот лежали. И бальзам, не знаю, просто взяла попробовать. Хотя бальзам и маски, они по составу примерно одинаковые. Ну, плюс-минус, может быть, там экстрактов добавлены. Так, дальше. Взяла себе салфетки. Опять голос популярен. Взяла себе салфетки. Вот такие вот, влажные салфетки. Тоже очень их хвалят. Новая лучшенная формула. Для удаления пятен, для одежды. Так как мы поедем на море, я уже говорила. И я возьму их просто с собой. У меня просто два ребенка. И могут неаккуратно покушать. Даже старший ребенок, ему 10 лет. Но, тем не менее, он все равно может тоже чем-нибудь облиться. И бывает такое, что белые футболки или серые такие футболки. Летом черные особо не одеваешь. И можно будет просто затереть. И посмотрим, как они работают. Для себя взяла вот такие вот ежедневные. Ежедневные, да. Влажные салфетки для интимной гигиены. Луника. Мне Луника, в принципе, серия понравилась. Я там пробую гидрофильное масло. И гель купила. Но гель я еще не пробовала. Гидрофильное масло. Мне очень даже понравилось. Аромат мне тоже понравился. Аромат, знаю, что не всем заходит. Поэтому возьмите сначала один продукт попробовать. Мне, в принципе, понравилось. Почувствуй свою магию. Ох ты. Интересно, что за магия. Так. Дальше. Взяла молочко для тела солнцезащитный. СПФ 20. Я, кстати... А, я... Все. Фаберлик показываю. Я просто заказала себе еще и фраше. Распаковка будет чуть-чуть попозже. И мне в подарок там положили тоже молочко. СПФ 20. Я потом думала, блин, зачем мне Фаберлик заказала СПФ 20? Ну, в общем, теперь у меня 2 СПФ 20. Если не уйдет, на следующее лето останется. Ничего страшного. Тоже, в принципе, так. Здесь все зафольгировано. Туда не залезешь. Для детей взяла КИС. Тоже 30 СПФ. Вот так вот он выглядит. Я думаю, что здесь тоже все зафольгировано. Именно из Фаберлик солнцезащитные средства я только пробовала. Пробую в этом году. И пробовала только для лица СПФ. Такие вещи я еще не пробовала. В том году я не заказала, так как мы никуда не ездили. А у нас лето практически не было. Гель охлаждающий с алоэ вера. Вот такой вот. Тоже очень интересный. Мне кажется, вон там гелю гель прям будет. Я сначала хотела один гель взять. Но потом думаю, ну возьму молочко. Две коробочки. Я не знаю, что это, кстати. А, тушь для ресниц я заказывала. И карандаш для глаз. Карандаши мне очень понравились. Но предпоследний, который я заказывала с блестками, честно, не зашел. Первые четыре, которые вот они выпустили, они очень классные. Сейчас посмотрим. Ну, все равно я взяла еще карандаш. Думаю, ну не могут же они быть все провальными. Так как мне четыре попались классные. Так, а это не одну? Тоже 50, 50, нет. Он тоже какой-то немножко такой с блестками. Вай. Вай, какой он коричневый. Вот он прям яркий-яркий. Ну, я вам сейчас поближе посвочу, и вы посмотрите. Поближе уже. Поближе, поближе. Что-то мне сегодня настроение какое-то. Мне еще работать надо. Я сегодня, вчера, фаберлик пришел. Я не знаю, как он пришел. Но мне почему-то в 9 часов вечера пришла смс-ка. Пункт выдачи, соответственно, уже был закрыт. Пришлось ждать до утра. Вот сегодня в 8 утра я побежала за фаберлик. Села вам снимать видео, потому что у меня в этом работа. Вот такая вот тушь. Это пуш-ап. Я вам открывать его не буду, так как я не планирую сейчас ей пользоваться. У меня много открытых тушей. Вот так вот она выглядит. Кстати, в каталоге упаковка. Мне так показалось. Здесь широко. Здесь прям узко-узко. Совсем небольшая разница между этим. Поэтому упаковка как упаковка. Цена 199 рублей. И там щеточка такая. Мне, в принципе, нравятся такие щеточки более натуральные. Я силиконовые и не всегда люблю. Клиентка заказала мне вот такую туалетную воду. Это мур-мур. Тут у меня прям солнышко, солнышко. Ты куда? Вот так вот она выглядит. Это я принесла свою. У меня тоже есть такая мур-мура. Она идет с помпончиком таким. Цена у нее по акции была 799 рублей. Первые нотки очень похожи на пандор. Если вы пробовали пандор, то очень похожи. А потом уже остается такая вкусная-вкусная сладость в конце. Держится на одежде, в принципе, долго. И мне очень нравится именно эта туалетная вода. Парфюмерная, точнее. Здесь 50 мл. Она прям такая девчачья-девчачья. И по аромату она мне просто очень хорошо зашла. Так. Это у меня тоже клиентка заказала. Монрой. Туалетную воду. Мужская. Я не знаю, парфюмерная. Это или туалетная вода. Что-то я не вижу. Где написано. Здесь 100 мл. Метроф тоже шла по акции. И это у меня тоже клиентка заказала. Ванилла. Ванилла. Ваниль. Я, в общем, ее пыталась отговорить. Потому что, я говорю, у меня есть такая. Я как-то по шагам брала. Это... Я говорю, у тебя будет пахнуть бабушкой старой. Она говорит, нет, я маме. Я говорю, маме нормально. Потом думаю, блин, что я такое сказала? Одно что она обидится. Потом она так смеется. Уже голосовое присылает. Мама сказала, да. Пускай от нее будет пахнуть бабушкой старой. Про влажные салфетки еще одни нашла. Вот такие влажные салфетки заказала детям. Хотя у меня дети уже достаточно большие. Для таких салфеток здесь 0+. Но думаю, что ничего страшного. Используем здесь 50 штук. Упаковка, в принципе, такая большая. Я бы не сказала, что она маленькая. И все хвалят эти салфетки. Ну, и я взяла в дорогу. Почему у меня нет дороги? Все уйдет. И здесь у меня опять каталог. И остался пакетик небольшой. Я даже знаю, что там есть. Я взяла вот такую вот соль альпийская с розмарином и орегано. Я, кстати, соль брала просто наугад. Я ничего про них не читала. Просто увидела, что есть соль. Думаю, надо взять. Там с какими-то специями. Я, конечно, специи как-то не очень люблю, но попробую. Здесь написано правильная соль. Так, это у меня диабетический сбор, чайный травяной сбор. Это у меня заказала, клиентка попросила. И себе я заказала вот такой вот кофе. Утро, по-моему, если я не ошибаюсь. Длительная бодрость, отборные сорта. Кофе молотый. Мы делаем для вас полезные продукты. Это понятно. Характеристика кофе. Мягкость три. Зернышко нарисовано. Вот так. Так, я просто не вижу, где здесь написано. А, вот, утром. По утрам. Сколько здесь? В принципе, по объему... Так, открыть, наверное, можно. И вот тут растригать надо. И там, по-моему, есть тоже этот зип-замок. По объему, в принципе, нормально. За 299 рублей со скидкой 20% кофе вышло, в принципе, недорого. Если оно еще и вкусное, это будет просто находка. Так как я беру чай, кофе, я не люблю варить его сама. Поэтому беру обычно молотые. И брала я черная карта. 190 грамм в банке. Такая большая банка. По акции 300 с чем-то рублей. Здесь написано, что здесь 200 грамм. Но здесь не в гранулах, а порошковое. Попробуем. Очень, кстати, давно я прям безумно ждала кофе. Больше всего в Фаберли для того, чтобы попробовать. Посмотрела, вышел еще корм для кошек. У меня есть 2 кошки. Многие об этом уже знают. Что-то я посчитала, пакетик 40 рублей выходит. Блин, проще взять Перфект Фит. Ой. Нет. Перфект Фит. Вот так вот правильно, наверное. Шеба продается. Да, даже намного дешевле, чем в Фаберлике. Не знаю, что в Фаберлике. Может быть, там пакетики сами побольше. Ну, что-то я посмотрела. Граммовку вроде бы такая же. Ну, как бы 40 рублей за пакетик я не готова платить. Если вы готовы, ради бога, попробуйте. Напишите в комментариях, понравился вам. Точнее, не вам, а вашей кошечке кормили или нет. Вот. На этом я свое видео заканчиваю. Не знаю, понравилось вам оно или нет. Потому что у меня сегодня настроение. Такой голос. Что-то вот прям вот. Может быть, утро. Хотя нет, не утро. Я вчера еще очень сильно кашляла. Вот. Будем тестировать продукты. Также вам обязательно буду показывать. Если я буду, воспользуюсь этой линейкой. Думаю, мы с вами вместе. Также солнцезащитная крема, молочко и гель я вам уже расскажу после отдыха. Как они сработали. Лучше, чем сметана или нет. Мы с вами об этом узнаем потом. Всем пока.